приветствую всех на канале уютный теремок рукоделия с вами даша сегодня покажу вам как сделать вот такую змейку горшочек который я посадила искусственный суккулент смотрится невероятно здорово интересно если честно такого я ни у кого не видела и по факту я увидела картинку в интернете готового горшка и мне захотелось сделать что-то подобное поэтому я приступила к творению и снять готовую работу в таком виде в каком она смотрится в настоящем было очень сложно я старалась и так для работы нам понадобится бобина от скотча либо любой другой такой круглый предмет может быть даже специально горшочек вы купите или он у вас есть в общем нам нужна какая-то емкость а дальше я беру фольгу отрываю длинный кусок сминаю его и делаю колбаску также эту колбаску я еще прокатываю по столу чтобы убрать все грубые заломы и начинаю формировать точнее сначала я примеряю и смотрю хватает мне или нет нет не хватило нужно еще доставлять отрываю еще кусок фольги и проделываю все те же манипуляции склеиваю между собой фольгу при помощи горячего клея дальше я беру массу для лепки здесь вы можете использовать абсолютно любую массу для лепки которая у вас есть которая вам нравится это может быть полимерная глина конечно это будет наверное даже лучше но в моем случае это масса папье-маше сделанная из туалетной бумаги клея муки ложки крахмала подсолнечного масла и мыло рецепт я взяла на канале семейный хэдмейд пересказывать его вам не буду это не реклама просто мне очень понравился состав и простота и создание этой массы я ею и воспользовалась если вам интересно просто зайдите на этот канал и посмотрите там я раскатываю небольшой пласт массы а дальше промазываю клеем пва фольгу и хорошо все соединяю между собой как бы облепливая колбаску из фольги этой массой лишнее естественно я убираю и дальше продолжаю точно также все хорошо окутывать массой вот такая колбаса у меня получилась дальше мне нужно уже сформировать змейку этого я тем же клеем пва промазываю втулку от бобины скотча и колбасу приклеиваю по кругу к этой втулке специально оставляла хвостик чтобы он был виден и голову я буду делать тоже немного приподнятой мне кажется так гораздо интереснее более живо что ли смотрится если честно на данном этапе я вообще не понимала что и как будет выглядеть как-то ничего мне сначала не получалось масса была слишком мягкая она не держала форму если я дотрагивалась пальцем в одном месте чтобы разгладить какую-то вмятину я обязательно дотрагивалась другим пальцем и делала вмятину в другом месте в общем я сначала думала все ничего не получается но потом я все оставила так как есть поставила свою будущую змейку на стол и начала просто обычной водой промазывать при помощи кисточки всю массу сглаживая ее таким образом и у меня все начало получаться прям волшебство какое-то потом я еще немного и пальцами себе помогала ну в общем то здесь этап состоит именно в том чтобы все хорошо пригладить сравнять и сделать все ровненько дальше я делаю чушуйки змея в моем случае был такой стек от набора с воздушным пластилином им я и пользуюсь еще похожая штучка есть в ногтевом арсенале и называется она пушер ею тоже можно сделать но вообще можно сделать и просто пустой ручкой без и стержня тоже получится хорошо я в так вот прохожусь при помощи кисточки я переворачиваю свою работу чтобы ее не трогать и так я прохожусь полностью по всей змее здесь моя змея уже подсохла но скажу что я этого не сняла но сделала за кадром я после того как сделала все чешуйки немного прошлась еще кисточкой влажной по всей змейке чтобы чешуйки были много приглаженными а вот с головой я намучилась конкретно в итоге бросила и оставила засыхать очень она мне надоело я решила что уже ничего у меня не получится но вот после высыхания у меня появилось все желание все таки все доделать и я вновь взялась за эту голову на это на этих кадрах я переделываю ее в третий раз но будет еще и четвертый уже во время окрашивания стараюсь сделать ей рот ноздри и чтобы все было более-менее натурально хотя конечно это змея далеко далеко от совершенства и далеко от реализма но тем не менее узнаваемый образ сделать мне хотелось время окрашивания змейку я решила сделать в зелено-желтых оттенках но с небольшим вкоплением коричневого чтобы все смотрелось гармонично поэтому изначально я решила смешать немного коричневый и зеленый и прокрасить сначала углубления чтобы был как бы объем забегая вперед скажу что я там еще сотню раз перекрашивала и делать этого не обязательно но начала я процедуру окрашивания и именно с этих манипуляций затем начала окрашивать змею в зеленый выбрала оттенок довольно яркий мне хотелось чтобы змейка была очень яркая красивая мне не хотелось сделать пусклый или какой-то мрачный декор черед за желтым цветом я решила что желтый цвет будет на брюшке внизу у змейки поэтому старалась как раз и передать его проходилось желтым цветом вот складками змеи при этом также я старалась сделать небольшой градиент чтобы не было такого что краска желтая себе а зеленая себе чтобы между собой они перемешивались и сочетались и переходила одна краска в другую ну вот настал черед четвертой части переделки головы у змеи я поняла что голова какая-то слишком плоская и в принципе то и глазам не некуда деть поэтому я добавила ей и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...